Мужчины, у меня к вам серьезный вопрос. Вы счастливы тому, как развиваются ваши отношения с женщинами? И развиваются ли они вообще? Я спрашиваю это неспроста. Ведь совсем недавно я наткнулся на одну крайне волнительную и тревожную статистику. Сейчас на экране вы видите выдержку из статьи, в которой говорится, что 63% мужчин в возрасте от 18 до 29 лет не имеют полового партнера. В то время как среди женщин той же возрастной группы этот показатель составляет всего 34%. Такое неравенство невольно наталкивает на мысль о том, а почему сегодня так много мужчин оказываются в подобной ситуации. В этом ролике мы попробуем найти причину этого дисбаланса и возможные пути решения этой ситуации. Присаживайтесь поудобнее и заваривайте свои протеиновые коктейльчики. Вы на канале Ваня Ройалти и мы начинаем. Одним из основных факторов, обуславливающих дисбаланс на современном сексуальном рынке, является активная диджилитизация нашей повседневной жизни. Наша повседневная жизнь уже давно перешла в онлайн. Сегодня можно выполнить практически любую задачу, просто открыв соответствующее приложение на экране своего смартфона. Захотелось поесть? Заказал вкусную доставочку. Захотелось куда-то поехать? Вызвал такси или воспользовался услугами каршеринга. Захотелось разнообразить свой вечер? Открыл Тиндер или любое другое дейтинг приложение и пошел на свидание. И тут у вас должен возникнуть резонный вопрос. Вань, подожди, если все так просто и свидание можно назначить в два счета, то почему 63% мужчин не могут найти себе партнершу для интимной близости? Что ж, объясняю. Дейтинг платформы вроде Тиндера изменили представление о том, как люди общаются и взаимодействуют друг с другом. Еще каких-то 20 лет назад знакомство с потенциальным партнером в основном происходило в рамках своего социального и профессионального круга. Однако дейтинг приложения и социальные сети расширили круг знакомств и тем самым внесли дисбаланс на сексуальный рынок. Представьте девушку, живущую в деревне. До появления социальных сетей она могла выбирать только из тех мужчин, кто находился в пределах ее деревни. Да и то зачастую этот выбор совершался за нее главой семейства, то есть ее отцом. Ох уж эти славные времена патриархата, не правда ли? Грубо говоря, раньше, если в деревне жило 50 мужчин и 50 девушек, то можно было не сомневаться в том, что каждый найдет себе пару. Самая красивая девушка деревни выходила замуж за самого видного самца этого села. И так происходило по нисходящей. Как говорится, каждый тварь по паре. Но смотрите, какая интересная ситуация получается, если добавить в это уравнение социальные сети и дейтинг приложения. Теперь у женщины появляется выбор, и она может выбирать из бесконечного количества мужчин, обладающих огромной стоимостью на сексуальном рынке. По сравнению с этими мужчинами, ее сельский жених уже вовсе не кажется таким видным и статусным, и она хочет его поменять. Мужчин, обладающих высокой ценностью, намного меньше, чем женщин. Потому что для того, чтобы повысить свою стоимость на современном сексуальном рынке, мужчинам нужно очень сильно над собой поработать, прокачав себя во всех сферах жизни. То есть привести в порядок свой достаток, свою внешность и, конечно же, изучить женскую природу. А женщине необходимо просто быть красивой, и на нее уже будет спрос. Именно поэтому женщины получают намного больше лайков в дейтинг приложениях, чем мужчины. Реальность неумолима и жестока по отношению к мужчинам. Сегодня, чтобы получить женщину, которая будет в 5 раз хуже, чем была у твоего прадеда, тебе придется пахать в 20 раз сильнее, чем пахал твой прадед. Значит ли это, что ты должен забыть о женском внимании до того момента, пока не встанешь на ноги и не приведешь свою жизнь в порядок? Конечно же нет, что за бред. Лазейки и уязвимости есть в любой системе, и современный мир дейтинга не является исключением. Да, 63% современных мужчин не могут найти себе девушку для интимной близости. Но есть же и 37% мужчин, у которых с этим нет абсолютно никаких проблем. В своем эксклюзивном блоге на Бусти я даю конкретные инструкции и практические гайды о том, как попасть в эти самые 37% эффективных мужчин. Там ты найдешь всю необходимую информацию о том, как знакомиться с девушками в дейтинг приложениях, какие фотографии использовать и что писать в описании к своей дейтинг анкете. Более того, на Бусти ты сможешь задать мне вопрос на одном из регулярных эксклюзивных стримов, на который я с удовольствием отвечу. Ссылку на Бусти ты найдешь в описании и в первом закрепленном комментарии к этому ролику. Еще одним важным фактором является тотальная феминизация общества. Мужчины становятся слабее во всех смыслах этого слова. Вань, а как побороть страх знакомства перед девушкой? У меня пересыхает в горле от одной мысли о том, что мне нужно будет подойти и познакомиться с ней. Я не могу себя пересилить. Я буквально встаю в ступор, когда хочу подойти и заговорить с понравившейся мне девушкой. Практически каждый день я получаю подобные сообщения от мужчин. В своем телеграм-канале я даже делал опрос на тему того, какая стадия соблазнения девушки вызывает у мужчин наибольший страх. И каково было мое удивление, когда выяснилось, что почти 50% проголосовавших мужчин выбрали вариант со страхом подхода. Почему это вызвало у меня такое удивление, спросите вы. Да потому что подойти и познакомиться с девушкой это самая легкая стадия соблазнения. Современные мужчины стали настолько феминизированы, что в буквальном смысле слова стали бояться женщин. И не надо подменять понятия и говорить, что ты не знакомишься с девушками, потому что бегать за девушками это зашквар. Бегать за девушками и адекватно с ними знакомиться это совершенно разные вещи. Бегать за девушкой это пытаться ей угодить и купить ее внимание своими подарками и ухаживаниями. А подойти к девушке и уверенно с ней познакомиться это адекватная трансляция твоих искренних мужских намерений. Мужчины, без обид, но если вы не в состоянии подойти и познакомиться с понравившейся вам девушкой, то вы не вправе писать комментарии и рассуждать на тему того, что девушки уже не те, что раньше. Да, базара нет, процент хороших девушек катастрофически мал, но все же они есть. Поэтому, чтобы получить такую девушку, вам необходимо соответствовать своим запросам. Нет, ну камон, как вы собираетесь быть первым лицом в отношениях с девушкой, если вы трясетесь от страха и боитесь подойти и познакомиться с ней? Я прекрасно помню свой самый первый подход. Я волновался так сильно, что у меня тряслась рука, и когда я все-таки подошел к девушке и заговорил с ней, то она спросила, все ли со мной в порядке. Стоит ли говорить, что, конечно же, свой номер она мне не дала. Однако я все равно был несказанно рад тому, что наконец-то смог переступить через себя и начать свой путь соблазнителя. Любой опытный соблазнитель скажет вам, что вы никогда не сможете полностью избавиться от волнения перед подходом к новой девушке. Так или иначе, небольшой мандраж будет присутствовать у вас всегда, и ваша главная задача – научиться им управлять. Волнение – это то, что идет в начале, а в страх его превращаете вы сами. Более подробно о всех тонкостях офлайн-знакомств ты можешь узнать из моего эксклюзивного гайда, который доступен по ссылке в первом закрепленном комментарии к этому ролику. Дестабилизированная ситуация на современном сексуальном рынке, безусловно, является серьезной проблемой для мужчин. Однако она не является непреодолимой. Изменения в обществе не только создают проблемы, но и открывают новые возможности для тех, кто готов к ним приспособиться. Да, сегодня стало намного сложнее выстраивать отношения с девушками на своих собственных условиях. Но это не значит, что нужно опустить руки и начать дрочить. В нашем мире нет ничего невозможного. Как говорится, было бы желание, а возможности найдутся. И я здесь для того, чтобы предоставить вам эти возможности. Помните, слабый не тот, кто не может, а тот, кто не хочет. С вами был Ваня Ройалти. Удачи и до встречи. Космические ковбои. Американки. Я Кристина, а это моя подруга Вики. Какого цвета твои глаза? Голубого. Хочу предложить вам поехать со мной в Авьедо. Куда поехать? В Авьедо. На выходные. Выезжаем через час. А где это Авьедо? Лететь недалеко. На самолете? И что там в Авьедо? Там есть одна скульптура, которая меня очень вдохновляет. Безумно красивая. Вам понравится? Ага, ясно. Значит, вы предлагаете нам сейчас слетать в Авьедо и вернуться? Нет, мы проведем там выходные. Я покажу вам город. Будем гулять, выпьем. Хорошего вина. Займемся любовью. Да? И кто именно будет заниматься любовью? Я надеюсь, все трое. Я надеюсь, все трое. Спасибо. Спасибо.